друзья всем большой привет сегодня у нас будет интересное видео давно не было подборок и решил сегодня чуть обновить информацию и поговорить с вами о ролик с дайтона о тех альтернативах более доступных во всех смыслах какие есть сейчас на вторичном рынке и что можно приобрести в свой сет или коллекцию чтобы быть таким же крутым как пол ньюман да ну давайте начнем вот с чего начнем как всегда с сначала и поговорим прежде всего о чем о том что сами виталий сергеенко это что у нас сегодня будет вот такая подборочка и так что такое вообще ролик с дайтона вы знаете я вот тут покопался опять посмотрел информацию и понял что конечно конечно все крутится во первых вокруг пола ньюмана и во вторых у меня была ну назовем это так первой частью данного роликса по поводу дайтоны с белым циферблатом пару месяцев назад я записывал подборку и увидел что за эти месяцы многое изменилось особенно если мы говорим про дайтону с черным циферблатом и есть ряд интересных новинок интересных моделей которые не не так на поверхности может быть для многих их можно приобрести за бюджет в разы меньше дайтоны или часы как мне кажется интереснее либо сравнимые по цене дайтоны да вот о чем мы здесь говорим давайте посмотрим на демонстрацию экрана и ну не буду опять то же самое повторять по поводу пола ньюмана все знают кто в часовой теме что-то американцы прямо пищат от этого актера голливудской звезды вот прошлого и гонщика вот у него были самые популярные вот такие часы которые ушли за рекордные там 17 18 миллионов долларов на аукционе аукционе philips пару лет назад но не все знают что у него были и вот такие часы то есть с черным циферблатом и белыми накопителями хронографа которые тоже но некоторые ценят достаточно не кисло если мы посмотрим целом вот как выглядит эта модель в реф у нее 62 63 и тоже культовые часы кому-то с белым циферблатом больше заходят мне наверное даже больше нравится вот черным циферблатом что-то подобное хотя вот его самые известные часы с таким знаете как сгущенка в топленое молоко циферблат очень приятная интересная история и эти часы также были проданы за отличную сумму пять с половиной миллионов долларов не 17 18 но тоже неплохо для начинающих и вот такие часы что и что мы здесь имеем мы имеем черный циферблат черный безель 3 накопителя 2 накопителя хронографа на 30 минут и 12 часов и малая секунда на 60 соответственно секунд вот такие стрелочки обрублены ну классические для этом 50-60-х годов дэй для 70-х некоторых и и такие пушеры до завинчиваешься вот эта вся история и на браслете вот то что у нас есть для старта если мы берем вот самые одни из самых популярных часов вот которые в мире считается такой иконой и от которых многие пищат так вот какие же можно выбрать 5 альтернатив причем относительно доступных чтобы это было похоже вот на это да там не будет написано rolex будет написано что-то другое но мы оттолкнемся вот от этой истории но и конечно же оттолкнемся от современных дайтон который выглядит вот таким образом то здесь уже накопители не белые да а у нас серебряные кольца и черные накопители хронографа цена сейчас на эти часы где-то от 31 до 33 тысяч долларов на современную дайтону все референсы все эти нюансы будут в описании но вот это одни из самых популярных и востребованных часов сейчас в мире часовом хотим этого не хотим но это так удобно носятся те у кого есть эти часы они вообще кайфуют и часто их не снимают 40 миллиметров 72 часа запас хода надежный калибр 41 30 но вы это знаете часто лучше меня про все дайтоны и про все rolex динамика на эти часы поражает с условно шестнадцатого года все было в багдаде спокойно 18 20 тысяч долларов потом на пандемии на хайпе взлетели до 47 тысяч сейчас торгуются в среднем вот как я уже сказал где-то 31 33 тысячи долларов за часы либо как новые либо там в ненужном состоянии приличный бюджет 33 тысячи долларов особенно если учитывать сегодняшний курс доллар рубль допустим и так отправная точка 5 основных вот альтернатив именно в доступном ценовом сегменте и здесь первое что хочется сразу сказать наверное часы которые меня удивили когда они вот появились в начале 23 года мне показалось что ох наконец-то сделал кто-то дайтону для нуждающихся дайтону для тех у кого нету там десяток тридцаток тысяч долларов и конечно кто это может быть ну конечно же эта компания hamilton классная компания конечно не здесь мне кажется забубенили хороший хамаш такой да то есть если мы с вами сравним вы вы вот это да вот просто визуального того обратите внимание на вообще вас на стрелке накопители и вот переключим сюда но мне кажется безумно похоже то есть hamilton в линейке джаз мастер просто решили сделать такую супер конфету и супер продаваемые часы которые будут у них мне кажется улетать интересно здесь сделаны кнопки хронографа виде даже безель на самом деле очень похож то есть он здесь правда достаточно узкий мне кажется тоже достаточно интересное решение и в целом часы вот они оставляют очень приятное впечатление вот я на них смотрю во многом я вижу дайтон во многом но есть и свои находки есть свои фишки и мне кажется что если у вас нету пускай это будет там 33 тысячи долларов а есть допустим 2 2 с половиной то эти часы могут быть достаточно хорошим приобретением ритейл у них порядка 2 500 но на вторичном рынке где-то 2 200 2 300 можно найти то есть если вы обратите внимание вообще не теряет в цене то есть ну там 10 может быть 15 процентов дисконт то есть для hamilton это очень неплохо я считаю что вот эти час мастеры могут стать реально у них супер продаваемыми часами тем более они сделали на разный вкус и цвет вот есть на ремешке есть вот такой позолотой с белым циферблатом есть вот наш сегодняшний герой на браслете блин он смотрится классно на руке да вот согласитесь есть вообще модель вот такая вот она мне нравится больше всех наверное синий циферблат и металлический безель ну смотрится очень винтажно смотрится на самом-то деле очень круто а как вам кажется то есть за 2 2 500 хороший бренд есть свои здесь решения находки мне очень нравится стрелка хронографа вот указатель наконечник как он сделан и так вроде бы и много всяких показаний циферблате но при этом как-то вот он читаем абсолютно не перегружен и мне показалось действительно здорово это выглядит прозрачная задняя крышка но здесь понятны всем механизм который делает это для хэмилтона эксклюзивные по сути 60 часов запас хода 42 миллиметра это для тех кто там жалуется что часто я показываю маленькие диаметры циферблатов 42 миллиметра 15-22 высота многовато но что вы хотели за такие деньги 100 метров водозащита здесь все достаточно неплохо обратите внимание на динамику с весны просто железобетон нашли вот какое-то локальное свою цену справедливую донышко и все и просто по этой цене торгуются очень востребованная очень популярная модель я думаю что этот год по итогам двадцать третьего года я думаю что это будет самые продаваемые часы у хэмилтон но по крайней мере вот в их верхнем сегменте там две две с половиной тысячи долларов понятно что есть хаки филды там за пару сотен которые наверное будет более массово продаваться если мы говорим хронограф механический я думаю что хэмилтон сделал прекрасный ход особенно вот с этими синими часами да вот ну блин красота да просто очень очень здорово напишите кстати в комментариях как вам этот хэмилтон какая вам больше нравится синяя черная модель или может быть биколор такой некий ну хотя это больше у нас по золотой да и считаете ли вы это хамажом на ролик с дайтону или здесь есть что-то свое напишите будет интересно конечно как всегда будут споры возникать по поводу этого окошка даты надо не надо и почему она именно здесь между 45 часов но это тема для долгой и сложной беседы кому-то нравится кому-то не нравится данная история так давайте двигаемся дальше поднимаем немножечко планку и здесь очередная новинка да друзья мои опять ланджин опять у меня рейтинг и опять здесь ланджин когда мы говорим про часы до трех с половиной до 5000 долларов но без ланджина я вот здесь никак не могу обойтись тем более смотрите вышла какая модель просто невероятно похоже на вот эту вот да мне кажется очень похожий вариант там есть такой микс между современной дайтона и его такой винтажный как мне кажется очень хорошая история и это конквест новые и по мнению многих часовых специалистов журналистов прошлый конквест был скучноват я вот сам но могу это признать абсолютно точно не гидроконквест он там вроде нормально а вот именно обычные конквесты они были какие-то вот простоватые что ли и вот наконец-то пришло обновление и они сделали вот такую модель я думаю что все таки дайтоновская здесь тоже вдохновение история достаточно все симпатично выглядит это вообще свежак и не знаю там прошло может быть может быть месяц-полтора как эта модель появилась 42 миллиметра если мы откроем официальный сайт кстати круто здесь достаточно сделана у них страничка мы вот найдем такие вот характеристики здесь уже толщина чуть поменьше 14 и 3 42 миллиметра пока что вот в таком формате 100 метров водозащиты то есть все достаточно хорошо но здесь нам рассказывать что данная коллекция с 1954 года присутствует и пришло время и обновить и сделать вот такой ништяк здесь есть у нас четыре варианта как что выглядит есть вот такая модель синяя сразу ярко есть вот такая как самая популярная дайтона и есть с таким цветом шампань наверное это будет правильно ближе всего сказано достаточно хорошие цвета интересные и здесь я думаю что все ни про кого не забыли 4000 евро ритейл как всегда механизм от это который сделан здесь хронограф специально для нашего героя вот так выглядит на руке белая версия ну скажите зачетно да то есть действительно я думаю что дайтона здесь пробегала и также есть вот эта версия с цвета шампань давайте это назовем вот так вот выглядит мне кажется очень солидные часы очень правильно сделаны керамика здесь естественно уже на безеле и такие интересные цвета да даже вот и синий вот такой более нетривиальный как вам эта модель как вам блан джин как вам их новая обновленная коллекция конквестов что вы скажете по этому поводу но у меня неточно здесь в рейтинг должны были попасть особенно в двадцать третьем году обновление линейки моделей мне кажется здорово это выглядит что касается вторичного рынка 4000 евро у нас европейский ритейл торгуется вот мы видим здесь offer 3 850 также да вот на самом деле вот пока что они сильно не падают в цене то есть это вот 3 900 4 то что я видел то есть либо стоит немножко подождать либо вот такая удачная модель не знаю ланджин все таки не так хорошо держит цену посмотрим что будет дальше а дальше у нас будет модель которая не совсем конечно же альтернатива и может быть для кого-то это будет спорная история потому что для многих брайтлинг супер оушен это больше альтернатива более доступная ролик субмаринер но когда мы говорим хронограф с белыми накопителями и вот в таком формате да именно вот эта модель на b01 я думаю что да это миланское плетение да здесь немножко другой соус соль но в целом ну скажем так целевая аудитория такая же как у дайтона вот что я хотел сказать как у субмаринера у дайтона и этот некий такой микс как взяли бы субмаринеры дайтону соединили во что-то одно вот наверное получился какой-то б супер оушен и мне нравятся эти часы такие брутальненькие плотненькие ребятам на бмв они нравятся обычно эти часы то что я замечал опять ваше любимое место для даты между 4 и 5 часов ну вот какая-то мания у так а здесь же тоже у нас да а здесь кстати вот здесь фишка очень клёвая здесь нету даты вот мне кажется этот момент я сразу не сказал нету даты и но туда ближе к винтажу и как-то вот более целостно выглядит циферблат мне кажется очень очень здорово это выглядит обратите внимание кстати вот красненькие акценты красные две стрелочки и кстати здесь 30 минутный слева накопитель и 12 и вот именно у отмечено красным 60 секунд не просто серебристая стрелочка и вот здесь такой наконечник красный и написано тахометрическая шкала до подписано красным мне кажется очень хорошее решение в стиле дайтоне от ланджин мы возвращаемся к супер ужин старенькая модель может быть не для всех очевидно то что именно они но как я уже говорю то что я видел по моему опыту это действительно если мы говорим про альтернативы то b01 7 часов запас хода здесь такие бруталити 44 миллиметра 15 5 высота много что говорит но это на соответствующее запястье соответствующую руку 200 метров водозащита то есть по полный фарш полный комплект и здорово я не буду вам вы вы у меня опытные здесь бойцы в комментариях я не буду вам говорить про связь тюдер и брайтлинг в плане хронографа всем все понятно и здесь также есть эта связь между условно rolex и брайтлинг поэтому я думаю что это очень хорошая более доступная альтернатива хотя понятно что 7 тысяч долларов или там ну найдете вы допустим за шестих все равно это не дешево из ну совсем не прям доступно хотя вот то что я смотрю даже сейчас вот в россии есть афера за новые если ну там 7500 и выше на то есть совсем не дешево но 7500 это не 33 правильно то есть это значительно дешевле между прочим в четыре раза и это доступная относительно альтернатива дайтоне поехали дальше на брайтлинге здесь нет смысла долго останавливаться как и нет смысла долго останавливаться на вот нашим следующем герое которая наверное самая очевидная альтернатива это зенит хрономастер спорт черный циферблат уже много копий сломано по поводу того что это хамаш по поводу того что один в один и браслет и застежка и безель и все 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 мы все знаем мы знаем связь зенита и rolex механизмы примеров во многих дайтонах все это вы знаете тоже лучше меня застежка один в один с ролик сам и так далее но как они смотрятся на руке как ну это крутые часы поднять это крутые часы понятный легендарный механизм кого-то есть вопросы по его надежности это отдельная песня но то что это стопроцентный не только хамаш да но и стопроцентная альтернатива за треть иногда за четверть цены я думаю что это совершенно точно ритейл у них около десятки сейчас можно найти но где-то от 9 9 200 в новом состоянии эти часы то есть в принципе держат цену и дисконт всего там 10 15 процентов для зенит это прекрасный результат и я думаю что в любом случае они угадали с этой моделью кто бы что не говорил 5 герцовый высокочастотник 60 часов запас хода 41 миллиметр 100 метров вода защита но вот так вот плюс-минус выглядит динамика по цене 10 у нас пик и вот сейчас где-то даже локальная донышко по сути вот эти 8 600 8 500 за но здесь у нас предложение именно ношеные уже часы но в идеальном состоянии и вот но я за сравнимые деньги можно найти уже даже новые часы за 9 9 200 вот но но тысяча процентная альтернатива за ну давайте даже скажем треть цены да не будем там и пятое здесь альтернатива которая как всегда я выпрыгиваю из своих же правила из своей же вот этой коробки которую для себя где-то ограничения вел и вам назову модель которая понятно что по дизайну не соответствует понятно но та же цена 31 33 и как мне кажется уровнем все-таки часы повыше в ашурон константин оверсис очень популярные часы да может быть не самый востребованный там синий циферблат но этот хронограф черные циферблат белые накопители я думаю что среди хронографов скорее всего самые популярные классные часы про них уже тысяча и один обзор на ютубе и везде там в гугле уже много всего сказано по поводу их надежности по поводу того как они носятся как выглядят на руке быстрая смена здесь браслета на ремешок и обратно и 150 метров водозащиты здесь все все клево сделано вот конечно отделка у ашурона в порядке даже на спортивных часах антимагнитные ну здоровские часы мне все нравится здесь вот они тоже завинчиваются в стиле дайтон и скажем так классные часы я считаю что это альтернатива из другого вообще уровня то есть если вы можете себе позволить дайтон я бы серьезно задумался и подумал а не стоит ли мне купить часы выше классом за те же деньги за тридцатку но это будет в ашурон то есть реально здесь вопрос открытые и считаю это классной альтернативой дайтоне здесь у нас 52 часа запас хода 42 и 5 тоже на такое приличное запястье 150 метров водозащиты классные часы единственное что здесь ну вот опять это дата на 45 не знаю вот что-то в этой подборке у нас все завалились а здесь она еще и белого цвета вот это для меня наверное пожалуй минус единственный этих часов вот то что я бы сказал безель вот этот такой рубленный мне очень нравится с их гайкой на оверсизах современных очень здорово выглядит на самом деле ну и на самом деле это пятерка пятерка основных не то что конкурентов а альтернатив более доступных и очень достойных альтернатив или как мне кажется тот же оверсиз который там превышают дайтону но знаете как всегда еще у меня есть номер 6 и он вообще будет о другом но тоже мы останемся в вашей роне но это знаете если вы хотите себе часы за те же 30 31 но ну как мне кажется просто но порядок выше уровнем то я бы взял вот эту историю потому что здесь да здесь белый циферблат да здесь белое золото на крокодиле понятно что другая история но здесь база лимания 2310 это совершенно другого уровня хронограф понимаете за эти же деньги если вы будете в обществе где разбираются в часах и вам нужен убойный хронограф из высшей лиги то вот этот вот patrimony ваш рон на базе лимании 2310 мне кажется просто невероятная находка и торгуется он ниже ритейла насколько я помню ритейл 40 или что такое можно взять дешевле дешевле ритейла белое золото 48 часов запас хода 42 миллиметра здесь 30 метров водозащита от атмосферы то есть понятно что часы для других целей с одной стороны но кто берет себе дайтону для статуса или в ашурон оверсис для статуса а не для а-ля спортивные часы то я бы вот что-то вот такое лучше рассмотрел потому что вот наш этот механизм референс 1141 база моя любимая лимания 2310 я продолжаю искать часы на этом механизме одни я упустил и думаю в ближайшее время запишу для вас вот видео про ошибки в коллекционировании часов мои там основные ошибки и вот то что я долго думал и упустил одни очень хорошие часы за приятную цену на базе лимании 2310 я до сих пор себя за это грызу 18000 полуколебаний пониженная частота большой баланс шикарный механизм очень надежный от лимании конечно слезы на глазах и ну что поделаешь такова жизнь это часть нашего с вами хобби увлечения вот это подобные с одной стороны открытия с другой стороны ошибки где-то или упущенные возможности ну что вот такой у меня топ 6 получился где 5 у нас есть альтернатив 6 это просто на подумать открыть для себя новые какие-то часы основные выводы и будем завершать данное видео так у нас есть относительно доступные альтернативы и здесь от хэмилтон до зенит то есть где-то от двух двух с половиной до 9 тысяч долларов есть ряд вариантов очень интересных классных где-то люксовые статусные где-то хорошего там премиального уровня и вот ланджин сделал мне кажется конквесты новые вообще здоровская история которая будет также классно продаваться как у хэмилтон новые джаз мастеры не знаю почему их засунули в джаз мастер это как бы их дело ну да ладно а с другой стороны а может все бросить и купить лучше на лимане за эти деньги в ашрон или в бриге и это будет для многих особенно в наших странах в России ближайших странах все таки для многих серьезных людей кому нужен статус часто для них там в ашронной бриге естественно будет выше стоять чем Rolex но для тех кто любит Rolex только Rolex понятно что Daytona будет идеальным вариантом за 30 плюс тысяч поэтому сегодня была у нас подборка и надежных с одной стороны интересных часов более доступных с другой стороны престижных часов которые можно купить за сравнимые деньги но понятно что Rolex Daytona остается таким сплавом миксом вот этих слов надежность универсальность и престиж с другой стороны поэтому если вам нравится именно Daytona с черным циферблатом или с белым и есть у вас эти возможности да ради бога покупайте за 30 плюс Daytona при ритейле 14500 до 15 с 2x но если вы не хотите переплачивать и не хотите немножко быть в таком ну просто тренде да то я вот вам несколько альтернатив здесь привел которые не такие попсовые ну хотя оверсис понятно что тоже попсовы но не на до такой степени попсовы и вы можете купить за эти деньги ну часы как мне кажется выше классом выше уровнем ну цены мы уже с вами обсудили до двух с половиной до десяти доступные альтернативы и за 30-33 сравнимые альтернативы по цене но как мне кажется выше уровнем вот есть посмотрите ваше роно бригея пожалуйста есть варианты друзья мои открывайте для себя новые часы как всегда призываю вас если вам какие-то модели сегодняшнего обзора были незнакомы то я рад что вы о них узнали исследуйте рынок находите в своем ценовом сегменте то что может быть выше классом на вторичном рынке и получить классную культа альтернативу и именно для этого я открыл этот канал чтобы мы с вами общались обменивались идеями обменивались какими-то референсами и взглядами и чтобы создавать собственную коллекцию более осознанно и с какими-то интересными действительно моделями жду ваши обратные связи в комментариях если у вас есть какие-то вопросы по текущим моделям вот которые были в этом задавайте спрашивайте если у вас есть какая-то подборка не то что вы думаете здесь не хватает чтобы вы добавили в этот там топ-5 топ-7 топ-6 то обязательно пишите и с интересом вас почитаю послушаю давайте искать где-то истину в балансе в каком-то да и в комментариях обсуждать и напоминаю что если у вас есть какие-то вопросы пожелания предложения то вы можете всегда мне написать все мои контакты есть в описании под этим видео если у вас есть часы на лимане 2310 в ашрон или бриге тоже мне можете написать есть контакты в описании можно там побеседовать обсудить и напоминаю что у нас также есть возможность допустим привести какие-то часы из европы или если вам нужно что-то подсказать доставить из штатов как через пересыльщика или вот именно привести чтобы курьером доставить из европы есть такие варианты определенные модели можно это сделать посмотреть поэтому ссылочка на это предложение тоже будет в описании под этим видео ну и все на сегодня всем большое спасибо за внимание надеюсь что сегодняшнее видео было вам полезно и интересно не дайтона единой как говорится и всегда есть какие-то доступные или интересные альтернативы попсовым часам всем успехов и до встречи в следующем видео на этом канале с вами был Виталий Сергеенко увидимся в воскресенье всем пока с вами был Виталий Сергеевич и с вами был Виталий Сергеевич и